Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Истории». Тема нашего сегодняшнего разговора – раздел, который читают «Пасхальную субботу» и соответствующий отрывок из пророка Эзекииля. Сегодня у нас в гостях Евгений Мита, художник. Женя, привет! Привет, Ури! Привет, здравствуйте, телезрители, дорогие! Сегодня у нас необычная будет программа. По ходу нашего разговора Женя будет рисовать определенные рисунки, связанные с нашим разговором, естественно. Я, как всегда, начну с изложения содержаний. Раздел, который читают в «Пасхальную субботу», связан с праздниками. В нем действительно есть перечисление праздников, и, видимо, поэтому он был и выбран для чтения в субботу Песоха. Но его содержание гораздо более обширно, чем просто изложение праздников. Здесь рассказывается о разговоре Моисея с Богом после греха покладения золотому тельцу. Рассказывается о том, как Моисей изготавляет второй раз скрижали. Перечисляются 13 качеств милости Бога. Есть предупреждение о запрете идолопоклонства, запрет на браке между евреями и жителями Ханаана. И после этого рассказывается о праздниках. Вот этот кусочек о праздниках, он, собственно говоря, связывает этот фрагмент с Песохом. А в дополнение к этому читается знаменитое пророчество Эзекииля о иссохших костях, которые неожиданно восстают и превращаются в живых людей. Есть еще один момент. В пасхальную субботу читают песнь песней. Я начну, наверное, с разговора Моисея с Богом. А до этого произошло поклонение золотому тельцу. Бог говорит о том, что народ Израиля – народ жестоковый, и отказывается идти с этим народом. И вот разговор Моисея с Богом – это, по сути дела, попытка Моисея уговорить Бога все-таки не покидать народ Израиля. Моисей говорит Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не известил меня, кого пошлешь со мною. Ну, Бог говорит, что вот он ангела посылает, а Моисей на это говорит – нет, я прошу, чтобы ты пошел с нами. Бог говорит – ладно, хорошо, я сам пойду, дабы успокоить тебя. Моисей идет дальше и говорит о том, что если я обрел благоволение в очах твоих, покажи мне славу твою. То есть Моисей мало того, что добивается того, что Бог будет сопровождать народ Израиля, он еще хочет увидеть божественную славу. И на это Бог ему говорит, что не может человек видеть меня и остаться в живых, поэтому я тебя поставлю в расселенную скалы, пройду мимо тебя, и ты увидишь меня сзади. Это тоже очень знаменитый момент. Несмотря на то, что вроде бы есть запрет на изображение и так далее, но тем не менее само описание в библейском тексте, оно настолько визуально ощутимо, настолько мы видим происходящее в нашем воображении, что невольно напрашивается какое-то внутреннее, по крайней мере, изображение. Я вижу, что ты уже начал изображать это. Да, я сразу начал с нарушения всех запретов в иудаизме. Я не уверен, что иллюстрации запрещены в иудаизме, потому что у нас есть огромное количество средневековых рукописей, в которых есть иллюстрации. Это, кстати, интересно, как это все одно с другим сосуществовало, как бы запретно. Нет, ну это существовало довольно просто, потому что запрет на изображение, он же связан с тем, чтобы поклоняться этим изображениям. Если изображение является иллюстративным, и ему никто не собирается поклоняться, то, возможно, оно и не запрещено. Поэтому не то, чтобы всякие вообще изображения запрещены. То есть здесь довольно тонкий момент относительно вот этого запрета на изображение. Расскажи нам, что ты изображаешь. Ну вот я нарисовал уже Моисея. Крупный план. Крупный план Моисея в плаще. Вот он такой стоит. Это то, как он разговаривает с Богом. Это как раз этот момент. А это, собственно, Бог в виде руки из облака указывает на Моисея и говорит «ты». Это ты. Мы будем иметь дело с тобой, Моисей. Сейчас все будет по-серьезному, по-взрослому. Ну подожди, а если это рука, то эту руку Моисея видеть или нет? Это вопрос. Мы оставим, я думаю, это на воображение зрителей. Насколько это субъективно или очевидно, объективно, это мы доверим, может быть, индивидуально каждому нашему зрителю. Да? Можно так сделать? Ну хорошо, да, давай так. Здесь же возможные изображения. Я сам не знаю, Бог же не хочет главным образом показать лицо своё. Если он готов показать себя в виде какого-то объекта со спины, как-то он где-то между скал проходит, он там говорит «ты увидишь меня, но увидишь меня между скал, я со спины как бы», то рука, в общем, тоже особенно ничего. Всё-таки это не лицо, это какая-то часть. Ну да, но смотри, как описывается то, как видел это народ Израиля. Вот Моисей поставил свой шатёр вне стана, и когда Моисей входил к шатру, то весь народ вставал и смотрел, что же там будет. Становился каждый у входа шатра своего и смотрел за Моисеем, пока тот не входил в шатёр. А когда Моисей входил в шатёр, спускался столб облачный и стоял у входа в шатёр. И Бог говорил с Моисеем. То есть народ видел вот этот самый столб чудесный, и когда видел весь народ, столб облачный у входа в шатёр, то вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатёр свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как говорит кто-то с другом своим. Здесь сразу же противоречие, вроде вот он лицом к лицу говорил, а дальше буквально в следующих стихах говорится о том, что не может меня увидеть человек и быть живым, остаться в живых. Ты меня увидишь только со спины. Ну, это противоречие, относительно которого есть масса самых разных комментариев. Но вот этот вид, да, это вид столба какого-то, облачного столба, который каким-то образом репрезентирует... Сейчас мы сделаем, сейчас мы еще дорисуем сюда облачный столб. Давай изобразим. Там есть облака сверху, а вот сейчас мы еще сделаем такой вихреобразный, как это самое, значит... По-видимому над шатром, да, то есть над шатром стоял этот столб. Как-то есть такой смерч. Около шатра. У нас Моисей уже в виде небольшой фигурки такой стоит, как бы есть облако и есть вот такой вот... Есть вот такой вот будет еще у нас смерч. Ни кинь. Сейчас. Вот такое вот что-то. Как бы рука внутри этого вихря такого. Но я так понимаю, что это же одно из, может быть, центральных мест, важных мест в Торе, потому что от этого мы как бы видим и ретроспективно, что, собственно говоря, происходило до этого и что будет после. Вот этот момент контакта Моисея непосредственно его общения с Богом. Собственно говоря, вот этот комплекс этих глав – это описание откровения. Сначала это гора Синай, и на горе Синай происходит дым, там и все такое. И народ Израиля пугается и говорит о том, что Моисею мы не можем выдержать этого. Давай ты говори с Богом. Дальше Моисей поднимается на гору Синай и должен принести скрижали. В это время народ отчаивается и думает, что он пропал, и строит себе Золотого Тельца, поклонение Золотому Тельцу. И вот дальше эти разборки, после уже поклонения Золотому Тельцу, во-первых, уничтожение части народа, виновных, потом вот эти препирательства. Бог говорит, не знаю, как вообще с этим народом дальше я буду общаться, если они вот так вот сходу создали этого Золотого Тельца. Но дальше после уговоров Моисея вроде бы определенный договор достигнут. Ты прав, это как бы отправная точка сакральной истории, в каком смысле, если не считать исход из Египта. То есть дарование Торы и вот эта история. Дальше даются законы и ожидается исполнение этих законов и реализация божественного плана. Но мы хотели, Жень, поговорить о визуальности, да, визуальности в Писании, о том, насколько те образы, которые нам рисуют, действительно имеют вот такую... визуальную составляющую, да, потому что, в принципе, действительно вот то, что я прочитал, и ты попытался сходу это изобразить, изображение напрашивается. То есть даже если оно напрашивается не на бумаге, в нашем воображении возникает. И так, собственно говоря, происходит почти со всеми историями, которые нам описывает Писание, очень лаконично, но тем не менее возникает вот эта самая картина. Да, они, этот язык, язык Библии, он действительно очень такой ёмкий, лаконичный, и он провоцирует в воображение, ну, мне кажется, каждого человека какой-то своеобразный ряд. Всё отдавалось на то, по индивидуальному воображению, и более того, видимо, вот это сжатие такое некоторое, да, некоторый аскетизм, он, наоборот, провоцировал индивидуальные вот эти образы, кино в голове у каждого читателя, слушателя, да, и сопереживателя этим историям делать свое кино. Где каждый зритель воссоздает в своем воображении. Каждый зритель смотрит в свой блокбастер, а это безусловно, это же как бы главный блокбастер как бы нескольких тысячелетий, да, кино не было, театр был в отчаточном состоянии, вот, в каком-то таком, так сказать, непроявленном. Литература, вот она была единственная главная, как бы, литература, которая была доступна, с которой можно было непосредственно, индивидуально общаться и представлять в своем воображении самые невероятные картины. Я здесь не могу не вспомнить Эриха Уэйрбаха, который сравнивает библейский текст с греческим. У него есть такое эссе «Рубец на ноге Одиссея», где он вот этот фрагмент из Одиссеи сопоставляет с принесением в жертву Исаака. И он говорит о том, что, смотрите, как устроен греческий текст. Это пластическое изображение во всех деталях. То есть читатель, действительно, его воображению ничего не отдается на откуп. Все прописано, все детали прописаны. То есть ты просто берешь и рисуешь. А вот эта история, история с принесением в жертву Исаака, она написана, это буквально несколько абзацев, она очень лаконична. Ничего не известно, как они идут, куда они идут, какой пейзаж их окружает, что они думают. Ничего нам не сказано. Вот в этих лаконичных нескольких фразах описывается драма. И эту драму, ты совершенно прав, каждый додумывает самостоятельно. То есть у меня нет деталей. Эти детали отдаются на откуп воображению. И тем самым Овербах говорит о том, что воздействие библейского текста, оно совершенно иное. Если греческий текст превращает меня в зрителя, ну и в каком-то смысле я могу сопереживать героям издалека, то библейский текст, как он говорит, порабощает меня, он меня втягивает в повествование и делает меня в каком смысле героем этого повествования. Вот такую мысль высказывает Овербах. Она, мне кажется, достаточно глубокая. Да, она глубокая. И она как раз говорит о связи библейского текста с драматургией. Конечно, нельзя сказать, что в греческой мифологии драматургия отсутствует. Нет, она проявлена. Но она, видимо, как-то работает несколько иначе. А вот эта идентификация героя со зрителем, когда зритель чувствует себя, начинает сочувствовать, сопереживать герою и идентифицировать себя с героем. Даже не только сочувствовать, переживать, а сам оказывается в каком-то смысле. Да, он становится Моисеем, он чувствует себя вот этим маленьким человеком перед огромным гигантским всесильным богом, потому что все люди в той или иной степени испытывают чувство незащищённости, они чувствуют себя перед чем-то большим и угрожающим и хотят найти какую-то внутреннюю точку опоры, найти какого-то метафизического партнёра, метафизическую поддержку, дающую какие-то силы и возможности преодолеть трудности. А евреям пришлось преодолевать бесчисленное количество трудностей, и героически преодолевать. И вот такой союзник, как Господь-Бог, конечно, был очень им в помощь, безусловно. Ты недаром сказал партнёра, метафизического партнёра. Вот этот метафизический партнёр нас отправляет как раз к песне-песней. Потому что песня-песня, ну, вроде бы, любовная, так сказать, история, которая осмысляется мудрецами Талмуда, как аллегория взаимоотношений между Богом и народом Израиля, или между Богом и душой человека. Вот это и есть этот самый метафизический партнёр, любовно описанный в песне-песней. И она читается в праздник Песах, не случайно. Песах – это что? Это исход из Египта. И возникновение вот этого самого партнёрства, этого самого союза между Богом и народом Израиля. Но если говорить о визуальности, то я, опять же, не могу не вспомнить слова Сергея Сергеевича Аверинцева о том, что песнь-песней – это просто антивизуальный текст. Это текст, который не может быть изображён. Ну, Аверинцев говорит, представьте себе, как вы себе представляете, вот девушку, шея твоя, как башня Давидова, воздвигнутая для оружия. Тысяча щитов висит на ней, все щиты ратников. Два сосца твои, как двойни юнной серны, что пасутся между лилиями. Кудри его, это уже про юношу, как виноградные ветви, черны, как ворон. Глаза его, как голуби у потоков вод. Пуп твой – круглая чаша, где не иссякает благоуханное вино. А живот твой, это про девушку, – это ворох пшеницы, окружённый лилиями. Подумал я, говорит юноша, влез бы я на пальму, ухватился бы за её ветви, и сосцы твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок. Красиво. Аверинцев говорит следующее. Пусть кто-нибудь попробует наглядно представить себе каждого из партнёров сакрального брака, вот этого метафизического брака, и вычитать из стихов песни-песни пластическую характеристику, наглядную картинку. Ему придётся испытать полную безнадёжность этого предприятия. Ты ощущаешь? Когда это декларируется вот так вот в прозе в виде аналитического, значит, такого, как сказать, анализа текста, ну, да, но ведь это же поэзия, поэтому её как бы... Аверинцев говорит, что это поэзия, которая как бы в литературе, да, а в... Визуально нет. Ну, наверное, для классического искусства, возможно, да, а, допустим, для искусства модернизма, для такого художника, как Пикассо, вполне, он соединял формы... Я как раз об этом и думаю, да, что... Ну, почему? Живот не ворох пшеницы. Почему живот не может быть ворохом пшеницы? А пупок не может быть чашей с вином. Этот великий древний поэт был в душе модернистом просто. Он писал образный ряд, который соответствует современному визуальному мышлению. Ну, вот мне тоже так кажется, да, то есть, по сути дела, Аверинцев, может, говорит правильную вещь, если иметь в виду классическую, да, классическую живопись, классическое изображение. А если иметь в виду модернистские техники, то, в общем, вполне визуальная история. Да, абсолютно. Кудри его виноградной ветви. Ну, вполне, да. Для поэтов-футуристов это абсолютно нормальная история. И для художников то же самое, мне кажется. У твоей девушки, я вижу, действительно шея как башня Давидова, да? Да, как башня Давида. Тут у нее рожь уже растет. Она как бы из нее возникает. Сейчас еще какие-то облака тут сделаем. У нас такое. Живот – ворох пшеницы, окруженный лилиями. Вот. Живот уже будем отдельно рисовать. На следующем рисунке у нас будет живот. Сейчас. Вот он тут будет с пупком. Такое. Красное. Все настолько вдохновляющее, что на одном листе уже не умещается. Понимаешь? Надо переходить на другой. Такое вот. Ну, вот как-то. Вот если их два соединить. Да, то есть это увеличены просто. А, понятно. Такое вот. То есть она как бы вписана в пейзаж. Она возникает из поля. Вся. Угу. Можно еще цветом, конечно, пройтись. Сейчас вот так. Чуть-чуть. Оживим немножко. Сделаем пшеницу желтую. Тут можно было еще каких-то пустить коз пасущихся. Ну да. Два сосатовые, как двойни юные серны. Да. Вот. Здесь серну какую-нибудь сейчас. Вот она у нас серна бывает. Такая. Куда-то бежит. И все прекрасно. Так, сейчас. Вот мы практически проиллюстрировали сейчас целое. Да, и ты сделал это достаточно быстро. Хотя Аверинцев предупреждал, что это предприятие безнадежно. Ну, как сказать. Вот. Ну, я рисовал с чувством. Я старался вложить эмоцию. Почувствовать вот всю эту, весь этот эрос. Вот как-то. Да, метафизического партнерства. Да. Вообще, да. На самом деле, Библия же очень такая. Это как бы эротическая очень литература. Она очень. В хорошем смысле слова. Все время идет какая-то вот энергетическая такая трансляция, которая дает человеку вот этот вот стимул воображения. Воображение, как мы знаем, всегда напрямую связано с... С эроссом, да. Нет, Танатос тоже. Танатос тоже тут важен, но он как бы дозирован и, в общем, там, где нужен по делу. Ну, хорошо, Жень, давай перейдем к еще одному сюжету. Сюжету знаменитому из пророчества Иезекииля, Хескеля, о вот этих самых костях. Я не буду читать весь фрагмент, конечно, но самую квинтэссенцию. «И видел я, и вот на них жилы, и плоть поднялась, и покрыла их кожа сверху, но дыхания жизни в них нет. Но он сказал мне, пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, сын человеческий, и скажешь дыханию жизни. Так сказал Господь, от четырех ветров приди дыхание жизни, и дохни на убитых этих, и оживут они. И пророчествовал я, как повелел он мне, и вошло в них дыхание жизни, и они ожили, и встали на ноги свои, полчища великое весьма-весьма. И он сказал мне, сын человеческий, кости — это весь дом Израиля. Вот, говорят они, сохли кости наши, исчезла надежда наша, покончена с нами. А посему пророчеству и скажешь им, так сказал Господь, вот открываю я погребения ваши, и подниму я вас из погребений ваших, народ мой, и приведу вас в землю Израиля, и узнаете, что я Господь, и открою я погребения ваши, народ мой, и когда подниму вас из погребений ваших, вложу дух мой в вас, и оживете. Вот такое грандиозное пророчество, да, оно может восприниматься, естественно, как метафора, сохшие кости — это метафора народа Израиля, который находится в изгнании, находится как бы в отрыве от своей земли, и так далее, да, но можно воспринимать это и более-менее буквально, и, собственно, действительно, этот эпизод является одним из основополагающих текстов для концепции воскрешения из мертвых, который, в общем, в явном виде, вроде бы, в библейском тексте его не присутствует. А вот уже в талмудической традиции есть представление о будущем мире, о будущем мире, мир, в котором нет ни смерти, нет зла, ну и так далее. Перед тем, как перейти в этот мир, происходит воскрешение мертвых. Это одна из эсхатологических концепций талмудического иудаизма, который является, ну, такой весьма важной. То есть здесь, с одной стороны, опять же, если говорить о визуальности, да, все, что мы сказали здесь, действительно, можно это прям увидеть, это кино, да, как собираются эти кости, сохшие, вот он видит, и они постепенно встают на ноги и оживают. Давай поговорим про вот этот сюжет, может быть, в целом. Сейчас вот, например, в музее Стейдлик проходит большая выставка, посвященная русскому космизму, вот такому философско-художественному явлению, довольно значительному и своеобразному. И вот эта тема воскрешения, она, в общем, там вполне присутствует. Это одна из основных тем в космизме. Это одна из основных тем, и, конечно, тут как бы, как не вспомнить Николая Федоровича Федорова, вот, великого русского мыслителя, для которого тема воскрешения из мертвых была, наверное, главной темой его философии, философии общего дела, как его потом сформулировали, его последователи. Вот, и она повлияла на довольно большое количество людей, потому что Федоров был близок к самым ярким представителям литературы и культуры, и философии конца XIX века. Дружил с Толстым, общался с Достоевским. И не просто как бы был с ними в каком-то таком контакте, да, а влиял на них. То есть тексты его воспринимались ими как важные, значимые, и чтились как некое достижение в философской мысли своего времени. Кроме этого еще, конечно, Циолковский, для которого Федоров был проводником, фактически. Но, собственно, XIX веком дело не ограничилось. А идея, вот высказанная, сформулированная Федоровым, и они двигались дальше и вдохновляли художников. И вот замечательный художник Василий Чикрыгин, к сожалению, умерший еще молодым, всего лишь 25 лет, но достаточно много работ его осталось. У него есть целая графическая серия «Воскрешение из мертвых». В таком символическом, очень экспрессивном стиле. Он часто делал угольные рисунки, такие как бы очень по-своему лаконичные, но насыщенные такой эмоциональной, динамической жизнью. Ну и надо сказать, что вот эта вот идея, прекрасная идея воскрешения всех отцов, потому что для Федорова было очень важно, что это некий такой сыновний долг цивилизации, уже достигший определенного уровня развития науки, техники, что он все это представлял себе именно не просто в виде символического образа, художественного образа. Это нереально. Считал, что наука дойдет до того, что произойдет это самое воскрешение. Может, он и был прав, не знаю, посмотрим. Да, детально все это пытался описать, как молекулы, атомы соединяются под воздействием каких-то лучей, изобретенных учеными, и входят в тела отцов. И возникает некая целостность, то есть вот этого человечества воскреш. В этом смысле это очень похоже на, ну, собственно, вот ту концепцию, которая рождается в талмудическом эгоизме. Да-да, это все очень близко, и это именно связано с такой мощной космогонией. То есть по мысли Федорова люди не просто воскресали, они должны были переселяться на другие планеты. То есть это вот создавался вот этот такой... То, что называется будущий мир, Улам-Габа. Да, создавался целый вот народ воскресших, вернувшихся к жизни людей, которые покоряли дальше космические новые миры, просторы, переселялись на другие планеты, и таким образом человечество развивалось. Потому что он как бы мыслил еще достаточно экологично, предвидя перенаселение Земли, видя, значит, различные катастрофы, связанные с экологией, климатом и так далее. То есть все это вполне себе вплетало в свою философию. Потом, ну, в дальнейшем у его последователей, таких как там Вернадский и Циолковский, это все осмыслялось уже более подробно, и исходя из тех научных данных, которые появлялись уже после смерти Федорова. На начало XX века и дальше. Ну, я вот скажу два слова, почему этот отрывок читают, собственно, в Песах. Причем здесь Песах и воскрешение из мертвых. Дело в том, что в талмонической литературе есть представление о том, что воскрешение из мертвых произойдет в месяц Ниссан. Месяц Ниссан – это как раз месяц, вот середина месяца – это и есть Песах. Ну, и можно сказать, что, в принципе, вот эти праздники восхождения, так называемые, есть три праздника восхождения – это Песах, Шивот и Сукот. Когда весь народ Израиля должен подняться в Иерусалим и предстать перед Богом. Они воспринимаются как своеобразные точки возможного выхода вот в этот самый будущий мир. То есть все собрались, и вдруг раз, и что-то произошло. И дальше, ну, мир меняется, происходит некая трансформация и так далее. Вот мертвые воскресли, и происходит этот самый переход. Вот эта надежда на этот переход, она связана с вот этими самыми праздниками восхождения, в том числе и вот с Песахом. Есть еще один интересный момент, связанный с воскрешением мертвых. Он как бы как раз характерен для нашего времени, для XX века. Образ негативного воскрешения, то есть образ прихода, возвращения к жизни мертвых, как бы не как позитивного явления, как это трактуется в Библии. Альтернатива своеобразная. И она, наверное, не случайна. Я говорю о таком субкультурном феномене, как зомби, потому что вот это воскрешение мертвецов, оно в основном как бы именно в культуре XX века носило такой характер достаточно готический, мрачный, иногда очень ироничный, но почему-то именно такой. И, видимо, у этого есть какие-то свои причины, и они, наверное, касаются общего движения в культуре, которые как бы, ну, по словам французского философа Жанна Бадырияра, значит, постепенно из жизни людей, из жизни городов современных как бы вытесняются мертвые. Цивилизация как бы не находится с умершими мертвыми современной цивилизацией в контакте, и поэтому вот это вытесненное, так сказать, в какую-то маргинальную территорию... Мертвичина накрывает. Мертвичина, она поднимается и выходит уже в виде как бы негативного такого, так сказать, явления, мрачного, может быть, тяжелого, но тем не менее как бы достаточно интригующего людей. И вот фильм «Ночь восставших мертвецов» Ромеро, в этом смысле очень показательный. Его считают вроде бы, да, такой точкой отсчета появления этого мотива в кинематографе. Да, именно вот появление в том современном контексте, в котором мы уже это явление знаем, потому что до этого какие-то фильмы про зомби были, но это в основном касалось вот каких-то карибских верований, там что-то такое, значит, каких-то отдельных зомбированных каких-то персонажей. А вот такого образа современного и узнаваемого, которого мы знаем, это впервые появилось у Ромеро. И появилось это, причем интересно, что в 68-м году, то есть в год активных студенческих волнений в Европе, во Франции, например, когда современный мир переживал много разных ярких, таких, так сказать, культурных явлений, как рок-музыка, движение хиппи, ну и так далее, и тому подобное. Вот все это, так сказать, было достаточно ярко, интересно, живо и прогрессивно, вдруг появляется вот такое кино про зомби, мрачное, тяжеловатое, но при этом сделано очень убедительно и реалистично. Видимо, в этом как раз была выражена определенная реакционность, и определенная консервативность, которая противодействовала всему этому явлению. То есть ты хочешь сказать, что Ромеро изобразил вот этот старый мир, который не дает этим цветам жизни, эти цветы жизни он утягивает, наоборот, к себе, назад. Можно это интерпретировать и так, но, наверное, это еще было связано с целым критическим дискурсом в отношении общества употребления. И потом у Ромеро были как раз фильмы, где уже это как бы зомби происходили, так сказать, вот эти вот появления зомби, они были в каких-то заброшенных супермаркетах там и так далее. То есть там уже непосредственно критиковался социальный какой-то, социальный аспект жизни. Если мы проводим от Ромеро к Джармушу такую линию, то Джармуш уже просто откровенно показывает нам, что мы все мертвяки. В общем, да, то есть его фильм – это скорее о том, что нет ни зомби, уже не осталось. Да, ну это вот еще очень близко к идеям Бадриара. Я думаю, что это как бы все связано с французской философией, безусловно. Но у Джармуша, конечно, гораздо больше открытой иронии и открытого юмора. У Ромеро он как бы немножко, так сказать, закодирован. Ну и мысль у Джармуша, она, в общем, проявлена. То есть там почти буквальным текстом говорится о том, что все мы мертвяки. Любопытно то, что вот этот мир мертвых представлен и в еврейской традиции тоже. Немножко иначе, конечно, это не в виде зомби, но в виде вот отдельно существующего мира. Прочитаю или перескажу один рассказик из Толмуда по этому поводу. Про одного благочестивого человека, который перед праздником Рожа Шана, праздник Рожа Шана, это день суда, судный день, когда решаются вопросы на следующий год, кто будет жив и так далее. Перед этим праздником его жена отправила за покупками, чтобы накрыть стол и так далее. Он все деньги потратил на милостыню. Жена его выгнала из дома, и он пошел на кладбище. И там как бы прилег. И слышат, разговаривают две, там сказано, рухот. Рухот – это духи женского рода. Не знаю, как сказать «духи женского рода». В общем, две девушки, да, умерши. Одна, другой говорит, пойдем побродим, подойдем к завесе, за которой решается как раз судьба следующего года. Послушаем, каким будет следующий год. А подруга ей говорит, нет, я не могу, иди ты одна сама, потому что меня похоронили в мешковине такой, неудобно в общем в таком виде как бы являться. А ты похоронена в саванне, иди одна. Та идет. Потом возвращается и рассказывает ей, что на следующий год хорошо было бы посеять зерно в первую пору дождей, во вторую пору плохо сеять. Этот, значит, благочестивый человек все это слышит, и на следующий год у него все нормально, у него прекрасный урожай и так далее, в то время как обычно все сеют во вторую пору, у всех урожая нет, у него прекрасный урожай. На следующий год он опять вот уже специально идет, идет туда, все, ложится, вся та же самая история, эти две девушки, и одна, значит, приходит и говорит, а вот в этом году наоборот надо сеять во вторую пору дождей, в первую пору дождей не годится. Ну, хорошо, он опять делает то, как они сказали, все остальные решают, что в прошлом году было неправильно, делают наоборот, ни у кого нет урожая, у него урожай. И все бы хорошо, так он мог бы и продолжать, но жена его стала допрашивать, почему у тебя так все удачно получается. Он рассказал ей, и это была его ошибкой, потому что жена поссорилась с соседкой, как раз дочка которой была похоронена в Мишковине, в циновке. И, поссорившись с ней, она ей сказала, твоя дочка похоронена в циновке, чтобы ее опозорить как-то. И так все вскрылось. На следующий год он идет туда, одна говорит другую, ну что, пойдем? Нет, говорит, не пойдем. Живые узнали про нас и про наши разговоры, поэтому нам теперь запрещено выходить. Такая вот история общения между миром живых и миром мертвых. Есть такая замечательная книга, называется «Сефер хасидим». Речь идет о ашкенасских хасидах 12 века, начало 13 века. И вот в этой «Сефер хасидим» тоже есть достаточно много историй про разные встречи с этими самыми мертвецами. Ну, например, рассказ о том, что вот эти самые духи, духи умерших, они вредят накануне субботы. Это те духи, духи злодеев, которые не попадают в гиену после их смерти, а превращаются во вредителей, которые, значит, ходят и вредят. Им разрешено вредить. Но кому? Им разрешено вредить только тем, кто нарушает шаббат или неправильно готовится к шаббату. Коммуникация между мирами все-таки существовала какая-то. Ну, я не знаю, существовала или нет, но, по крайней мере, существовало представление о том. Я имею в виду, что на уровне мифологии. Да, на уровне мифологии получается, что да, такое взаимодействие этих двух миров каким-то образом существовало. Это у нас 12-е, начало 13-го века с Эфер Хасидим. У нас получилось сопоставление, с одной стороны, оптимистичной идеей воскрешения из мертвых, такой прекрасной, вплоть до, действительно, космизма Федорова, где все превратится в нечто единое и замечательное. А с другой стороны, есть вот эта альтернатива, альтернатива мира мертвых, который завладевает этим миром и который, по-видимому, в каком смысле является альтернативой, в том числе и пророчеству Эзекииля. В альтернативной истории живые, как у Джармуша, на самом деле оказываются мертвяками. Ну, такой мрачный-мрачный карнавал, где смерть наряжается в костюм живого, как бы, условно говоря. Ну, интересно то, опять же, я уже, по-моему, об этом в нашей передаче тоже не раз говорил, что с точки зрения мудрецов Талмуда, по сути дела, существует как бы три мира. Это наш мир, мир мертвых и мир всегда живых. Вот этот замечательный мир, о котором мечтал Федоров, или о котором мечтали мудрецы Талмуда. Будущий мир, благо, где нет смерти. И отношение нашего мира к миру мертвых примерно такое же, как отношение вот этого мира вечно живых к нашему миру. С точки зрения этого будущего мира мы мертвы, так же, как мертвые для нас мертвы. А с точки зрения мира мертвых мы живы. То есть вот это такая амбивалентное, скажем так, амбивалентное положение нашего мира определяет нас как то ли мертвых, то ли живых, в зависимости от того, с какой перспективой я смотрю. Ты правильно сказал. Есть вот эта вот постоянная борьба. То есть каждый человек с момента своего рождения, он является площадкой невероятной борьбы между жизнью и смертью. То есть смерть никогда не приходит, как некий такой как бы неожиданный какой-то, так сказать, результат вдруг, вот все было хорошо, была жизнь, и вдруг появилась смерть. Нет, каждую секунду наш организм находится в борьбе со смертью. Тысячи наших каких-то, так сказать, молекул, клеток и так далее борются с какими-то вторжениями, значит, угрозой для нашей жизни. И это не заканчивается вплоть до, как бы, собственно, победы, смерти, которая в конце концов побеждает, но вот эта вот борьба и есть в жизни. Ну и постепенно это превращается в понятную метафору, да, то есть я вот живу или я живой труп, там, ну и так далее. То есть все эти образы относительно того, человек просто существует, или он что-то реализует, и тогда он живой, а если нет, тогда он мёртвый. То есть все эти вещи, они действительно здесь возникают. Ну хорошо, Жень, мы затронули все наши темы. Я не знаю, может быть, ты в концовке какое-нибудь изображение, не знаю чего, живого или мёртвого, или ещё чего-нибудь, или воскресших костей, да, вот это видение Эзекииля, изобразишь нам, что-нибудь для завершения нашего разговора. Нарисуем в советском стиле оптимистичную ракету, наполненную воскресшими людьми, несущуюся к новой планете. А, ты всё-таки к Фёдорову решил вернуться, да, в завершение нашего разговора. Ну что же мы будем сейчас под конец грузить наших дорогих телезрителей, так как слишком много поводов для пессимизма, то будем оптимистами. А как ты думаешь, они прямо из могил взлетают туда, или нужно сначала воскреснуть, одеться? Да, это отряд космонавтов, конечно, таких как бы, да. Рисунок быстрый, схематичный. Да, ну, неважно, да, ясно, что быстрый, схематичный. А-а-а. Планета получилась похожа на Мельесовскую луну, такая, ну, улыбающаяся. Она улыбается, кажется, да? Да-да-да. Довольно, что ребята к ней летят. Да. Ну, вот как-то так. Да. Ну, хорошо, замечательно. У нас не так часто в нашей программе оптимистическими нотами удается закончить, но в сей раз получилось. Жень, спасибо тебе за интересный разговор и за рисунки. Спасибо, Урия, спасибо за приглашение, было очень приятно с тобой побеседовать и что-то вместе создать. Счастливо, да. Пока. Счастливо. Друзья, подписывайтесь на канал «Идеи без границ», ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, они помогут нам при составлении следующих программ. Счастливо. 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 Продолжение следует...